Нам же не всегда общаться-то мы обязаны. У нас же какое-то пространство личного-то есть. Вот мое личное пространство. Все. Кто его определяет? Я. Я хочу быть тут. Подходит другой человек. И залезает на мою территорию. Другой. Ты. И что? Ну если я хочу, ладно. Будет общее. А если я не хочу, не надо мне этого. Поэтому что делается? Отсюда тащим сюда. Как? Ну игнором, например. Или грубым словом. А допустим, ну не хотите вы общаться с цыганами? Не общайтесь. Ну нам же что говорят с детского садика? Мы должны быть вежливыми. И тут наслоение происходит. Вежливость это вежливость. А общение это общение. Если я не хочу общаться, мне человек неинтересен, неприятен. Или то, что он мне предлагает, мне не нужно. Так я ведь не общаюсь. А то что получается? Идет общение, он залезает на мою территорию. Я как бы вежливый весь такой. И я ничего не говорю. Ничего я не говорю. Пять минут, десять. Внутри меня растет негативизм. И я срываюсь и говорю ему что-нибудь. Вот это конфликтогенное общение. Можно было все заранее сделать. По-мягкому. Зачем доводить до этого? Значит, с этим тоже понятно. То есть, ноль это не хорошо, не плохо. Это как есть. Встретили человека в этом состоянии. Это ноль. Дальше от задачи. Что надо сделать? Не общаться. Разрываетесь. А наоборот, сделать ему что-нибудь, чтобы ему получше стало. Соответственно, у вас общее поле, есть коммуникация. И вы калибруйте его, чтобы ему стало лучше. Вот так вот. Теперь. Какие?